Основы марксистско-ленинской философии, категории материалистической диалектики. Для системы партийной учёбы. Что такое категории? Так называют общие понятия наук, массу и энергию, время и пространство, наследственность и изменчивость, товар и стоимость и так далее. Зачем нужны категории? Чтобы учиться, чтобы познавать природу. Всё, что знает человек об окружающем его мире, об обществе и о самом себе, он знает в форме общих понятий, то есть категорий. Без категорий невозможно знание, мышление. Любую мысль человек усваивает с помощью категорий. Он прочитает, два белых голубя сели на балкон и всё представит. Хотя увидит не события, в действительности его нет, может быть и не было вовсе, а знакомые категории. Количество – два. Качество – белое. Предмет – балкон – голуби. Движение – сели. Категории. Категориями, то есть предельно общими понятиями, пользуются философы. Применяя такие категории, как единичное и общее, причина и следствие, содержание и форма и другие. Марксисты формулируют основные законы диалектики. О паре категорий – единичное или отдельное и общее. Владимир Ильич Ленин говорил, отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Всякое отдельное неполно входит в общее и так далее и так далее. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными вещами, явлениями, процессами и так далее. Нет ничего на свете, что не обладало бы сразу и общими и единичным. Евгений Казаков, проживающий в Москве на улице Шверника, дом 14, квартир 19, единственен во вселенной. Но он еще и инженер-строитель, как тысячи других. В нем есть общее… Общее связывает иногда и самое, казалось бы, не схожее. Платиновое кольцо и столбик ртути в термометре – металлы. Плывущий в море кит и стреляющий в него гарпунщик, млекопитающий. Даже Пушкин и Дантес – оба люди. Хотя в отношении Дантеса это не очень точно. С другой стороны, единичные есть и в самом общем. Шайбы, штампуемые на одном станке, отличаются друг от друга. Наука оперирует общими понятиями, как, впрочем, и человек в повседневной жизни. Но проявляет себя только через индивидуальные, единичные. Сколько ошибок делают те, кто видит ученика, шофера, пассажира, но не видит живого индивидуального человека. Рассмотрим категории – причина и следствие. С чем бы мы ни столкнулись, если это нас взволновало, мы обычно немедленно спрашиваем, молча или вслух, как же это произошло, что было его причиной. Диалектика «Материалистический ответ» гласит. «Была объективная причина. Все имеет свои причины. Строгие, естественные. Не те, как если бы кто-нибудь приказал по щучьему велению, по моему хотению». Детерминары. Диалектика «Материалистическое понимание причинности» часто называют детерминистическим. Детерминары по латыни «ограничивать, определять». «Оно исходит из того, что нет на свете ничего, что не появилось бы естественно». Отсюда важнейший вывод. Следствия можно предвидеть. Их можно специально добиваться. Надо только разобраться в причинно-следственной связи. Знать, какая именно причина способна вызвать желаемые следствия. Индетерминисты, то есть люди, не признающие естественного хода событий. «Ин» значит «не». Восхищенные красотой и логикой природы, заменяют естественную причинность разумной волей Творца. Им установлены «целесообразностью». Кошки созданы для того, чтобы есть мышей. Мыши, чтобы быть сожранными кошками. А вся природа, чтобы доказать мудрость Творца. Иронизировал Энгельс. Когда в 1927 году было открыто, что электроны иногда перескакивают в точку, принципиально заранее непредвиденную, известный физик Йордан стал утверждать, что у электрона есть душа, свобода воли. Но строгая обусловленность событий касается и микромира. Электрон не прыгает куда захочет. Просто в мире очень маленьких частиц сильнее проявляет себя объективная и ничего мистического не содержащая – вероятность. В одной точке пространства электрон может оказаться и оказывается с вероятностью 26%, а в другой – 63%. Что касается соответствия организмов к условиям существования, то и тут Бог ни при чем. Виновата, в кавычках, длительная эволюция природы и ее естественный отбор, приведший к сравнительно удачному, увы, не идеальному, взаимоотношению живого со средой. Следующая диалектическая пара – это форма и содержание. Все имеет форму и содержание. Любая вещь, явление и во всем решительно форма и содержание скованы единством. Нет содержания без формы, как нет и формы, лишенной содержания. Содержание – это материал, то, из чего что-то делается. Форма – это то, что делается. По латыни «форма» значит вид, фигура. Мы говорим форма здания, скульптуры, форма треугольника и тому подобное. Но под формы понимают не одни зримые очертания предмета, а и внутреннюю структуру, содержание. Например, в художественном произведении – композицию, сюжет, ритм, язык. На первый взгляд, содержание не определяет формы. Из одних и тех же букв можно написать «КТО» и «ТОК». Из одинаковых кусков дерева вырезать прекрасную статуэтку и ерунду. Из глюкозы формируются разительно не схожие между собой полисахариды – крахмал и клетчатка и т.д. В действительности примеры говорят лишь о том, что из одного содержания возможны некоторые, не всякие, формы. Содержание определяет форму и тем, что допускает, и тем, что ограничивает. Из букв слова «КТО» ГАЛЯ не напишешь. Между формой и содержанием существует взаимодействие. Они помогают в развитии друг друга. В одной редакции эту мысль хорошо выразили в полушутливом обращении к сотрудникам. Мало работать – надо уметь работать. Мало уметь работать – надо работать. Связь между формой и содержанием настолько прочна и очевидна, что по каждой из двух сторон можно судить о возможностях противоположной. Что птица умеет летать заметно даже тогда, когда она ходит. Заметно по обтекаемым линиям ее тела, по наличию и форме крыльев и т.д. Форма обуславливает содержание, умение летать и говорит о возможности этого содержания развивать. Следующие категории – необходимость и случайность. Идеалисты говорили – необходимости не существует. Господствует случайность, зависящая от свободной воли людей или от воли Бога. Материалисты, метафизики, напротив, уверяли, что нет никакой случайности. Известный философ 17 века Спиноза писал – случайная же какая-либо вещь называется единственная по несовершенству нашего знания. Буря повалила дерево. Случайно это произошло или необходимо? И так и эдак. Встреча бури с деревом – явление случайное. Но сама бури возникла необходимо под влиянием закономерных факторов природы. По Энгельсу случайность есть дополнение и форма проявления необходимости. В объективном мире господствует необходимость – неизбежный ход развития явлений, вытекающих из их сущности. Но действует и случайность – тоже объективное явление, только вытекающее не из сущности процесса, а из внешних связей или из связей несущественных. Наука не игнорирует случайностей, а изучает их. С одной стороны, для того, чтобы предвидеть возможность нежелательных случайностей и предотвратить их, ограничить, а с другой стороны, чтобы использовать случайности положительные. Планомерное общественное развитие в социалистическом и коммунистическом обществе позволяет значительно ограничить действия нежелательных случайностей. Рассмотрим сущность и явление. Познавая предметы и процессы действительности, люди сначала замечают доступное непосредственному чувственному восприятию, внешнюю или поверхностную сторону вещей или явлений, и лишь потом все более глубокое и скрытое – сущность. Мысль человека, писал Ленин, бесконечно углубляется от явлений к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и так далее, без конца. И в другом месте – бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и так далее, от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности. Когда Коперник доказал, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, он тем самым раскрыл в строении Солнечной системы сущность первого порядка. Ньютон, сформулировавший закон всемирного тяготения и объяснивший законы Кеплера, выразил сущность второго порядка. Природа тяготения, однако, по сей день загадка, когда ее решат, откроют сущность третьего порядка. Понятие сущности близко, но не тождественно понятию содержания. Содержание шире сущности. Сущность – всего лишь главное, определяющее в содержании предмета. Различия и связи сущности и явления образно иллюстрируются Лениным на примере бурного движения воды в реке. Несущественное, кажущееся поверхностное, чаще исчезает, не так плотно держится, не так крепко сидит, как сущность. Движение реки, пена сверху и глубокие течения внизу. Но и пена есть выражение сущности. Дуба – это дуб в возможности. Так можно начать пояснение диалектика материалистических категорий «возможность» и «действительность». «Возможность» – это то, чего пока нет, но что может возникнуть и существовать, стать действительностью при определенных условиях. «Действительность» – это то, что уже возникло и существует, например, социализм в нашей стране. Необходимо различать реальную и абстрактную возможности. Реальная возможность – это такая, для осуществления которой уже сложились все условия. Абстрактная возможность отличается от первой тем, что хотя она и соответствует законам природы и общества, может реализоваться, но для превращения ее в действительность пока нет достаточных условий. Абстрактная возможность становится реальной лишь тогда, когда эти условия складываются. Так, с возникновением капитализма появляется возможность в социалистической революции, ибо эта возможность заложена в противоречии капиталистической системы. Другой пример – полеты человека в космос. Они были абстрактной возможностью вплоть до начала 60-х годов прошлого столетия. Порет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года сделал их реальностью, и с тех пор они перестали быть абстрактными. Как превращается в действительность возможности в общественной жизни, в результате деятельности людей. Например, в некоторых странах есть возможность мирной формы перехода от капитализма к социализму. Необходимые условия – организованные революционные деятельности масс. В политическом обществе реализация новых возможностей тоже требует усилий и борьбы. Но это уже не борьба классов, а борьба подавляющего большинства народа со всем отсталым и костным. Высшая реальная возможность, существующая в нашей стране – возведение здания коммунизма. Рассмотренные категории диалектики составляют ее основное содержание. Отражая наиболее общий закон развития, они не только дают верное представление о диалектике, но и вооружают людей научным методом ее познания и преобразования. Диалектика – подлинная душа марксизма-ленинизма, источник творческого характера и жизненности великого учения. Студия «Диафильм», 1973 год, Москва.